Уважаемый Карим Кажемханович, уважаемые депутаты, коллеги, за прошедший год агентство поступило 180 запросов и предложений от депутатов Мажориса и Сената парламента. За 5 месяцев текущего года поступил 71 документ от депутатов парламента. По всем поступившим вопросам были даны ответы. По итогам правительственного часа в Мажорисе парламента в 2010 году были даны письменные ответы 7 депутатам по 13 вопросам. Кроме того, агентством направлен ответ по 15 рекомендациям Мажориса парламента Республики Казахстан, данных по результатам правительственного часа. По итогам правительственного часа 2011 года были даны письменные ответы 5 депутатам по 11 вопросам. Рассмотрены и направлены ответы по 9 рекомендациям Мажориса парламента. По вопросам жилищного строительства депутатам Смаиловым ставились вопросы о продолжении программы жилищного строительства, о корреспонденции требований к строительству коммерческого жилья в рамках программы с законом о долевом участии в жилищном строительстве и о внесении корректировок в этот закон для активизации рынка недвижимости. В 2010 году завершена государственная программа жилищного строительства на 2008-2010 годы, в рамках которой было предусмотрено строительство кредитного жилья для приоритетной категории, в том числе для работников бюджетной сферы. Дальнейшее развитие жилищного строительства предусмотрено в новой программе на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением правительства 31 марта 2011 года. Основной целью данной программы является комплекс на решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающие доступность жилья широким слоям населения. Поэтому в рамках реализации программы за счет бюджетных средств, наряду со строительством арендного жилья для граждан, состоящих на учете в Акиматах, предусмотрено строительство и реализация жилья через систему жилстроизбережений для широкого круга населения. Кроме того, программа предусмотрена финансирование строительства коммерческого жилья путем фондирования банков второго уровня в пропорции 50% со стороны жилстой Сбербанка и 50% собственных средств банков второго уровня от стоимости проекта. Реализация данного механизма корреспондирует законом о долевом участии в жилищном строительстве и предусматривает строительство объектов через проектные компании, осуществление начала строительства проектной компании за счет собственных средств в размере 20% от стоимости проекта, сохранение средств граждан на депозите до окончания строительства и передачи их только после оформления права собственного жилья на покупателя. Также все знают, каким последствиям привело отсутствие данного закона. Только активные меры поддержки со стороны правительства позволили решить на сегодня проблемы более 54 тысяч дольщиков, которые возникли до принятия данного закона. Поэтому внесение корректировок в закон о долевом участии в жилищном строительстве считаем преждевременным. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства, депутатами неоднократно ставился вопрос о нормализации теплоснабжения в городе Семей. Перебои в теплоснабжении города Семей в прошедшем отопительном сезоне были вызваны остановками технологического оборудования на ТЭЦ номер один. В последние годы капитальный ремонт энергетического оборудования на ТЭЦ-1 производился не в полном объеме из-за отсутствия финансирования. По информации Министерства индустрии новых технологий на ТЭЦ-1 на монтаж новых котлоагрегатов выделено 7,1 миллиарда тенге, из которых уже освоено 3,8 миллиарда тенге или 54%. На сегодняшний день завершен монтаж нового котлоагрегата, производится его пробный запуск. Монтаж еще одного котлоагрегата будет завершен в августе. Работы проводятся по утвержденным графикам. Также в соответствии с графиками работ производится замена и ремонт 9,8 километров теплосетей, 3,5 километра за счет местного бюджета, 6,3 километра за счет республиканского бюджета. Для проведения пусконаладочных работ на ТЭЦ-1 и теплосетях Акимат области дополнительно выделил 537 миллионов тенге. Кроме того, агентством направлено ходатайство Министерства финансового выделения средств из резерва правительства на создание нормативного запаса топлива для малых котельных города-семей на сумму 144 миллиона тенге. Агентством в цели качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону создан координационный штаб, которым будут организованы выезды в проблемные регионы, в том числе в город-семей, для мониторинга подготовки объектов и сетей. Совместно с Министерством индустрии и торговли до конца текущей недели запланировано провести селекторное совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. Депутатам Утигеновым ставился вопрос о создании и функционировании жилищных инспекций в рамках принятых в 2009 году поправок в закон Республики Казахстан о жилищных отношениях. Ввиду отсутствия жилищных инспекций в структуре местных исполнительных органов функции по контролю состояния многоквартирных жилых домов Акиматы возложили на управление энергетики ЖКХ или управление жилья. Таким образом, жилищные инспекции созданы во всех регионах. Однако, ввиду постоянного отличения их для выполнения основных работ, деятельность таких инспекций малоэффективна. По предложениям Акиматам, агентство внесло в Министерство экономического развития и торговли предложение о включении жилищных инспекций в типовую структуру местных исполнительных органов. Соответствующий проект постановления Министерством экономического развития и торговли уже внесено в канцелярию премьер-министра. Принятие постановления позволит обеспечить эффективность деятельности жилищных инспекций. Благодарю за внимание. Вот ко мне ряд депутатов во время встречи, они вопрос по жилищным инспекциям неоднократно поднимали. Я думаю, что, хотя он существует на бумаге, реально не работает. Нам нужно этот вопрос решить, поэтому я поддерживаю эту позицию, надо вносить и принимать соответствующее постановление для дальнейшей работы.